Всем привет, меня зовут Фёдор. Фёдор Гениченко меня зовут. Я понимаю, что я уже третий человек, кто тут вам рассказывает про BBC. Организаторы просто меня очень сильно любят и поставили последний. После обеда. Ну я шучу на самом деле. И я когда готовился, я знал, что будут презентации. И на своё выступление я решил не делать никаких презентаций, чтобы вам не было уже сложно распринимать информацию. Потому что я уверен, что ребята рассказали очень много тонкостей по рекламе и так далее и тому подобное. Я построю своё выступление таким образом, что я расскажу некие точечные фишки. Не базовые моменты, а точечные фишки, которые мы поняли, когда настраивали все моменты. И расскажу ещё до момента, как ещё включать рекламу. Я вот своё видение расскажу в двух моментах. И как запускать товар именно до того, как включать рекламу, подготовить её и включать рекламу. Но сначала я давайте расскажу вообще, что я, откуда я. У меня есть с партнёром штат людей, где-то около, ну одного мы уволили, сейчас 8 человек у нас, команда людей. То есть мы раньше чисто запускали, и сейчас запускали товары себе. Мы запустили около 150 листингов и после этого мы попробовали предоставить как услугу БППС. Ну, во-первых, это ещё доход, потому что у меня люди были, и это был китайский новый ход, когда в принципе делать особо уже нечего было, партии были заказаны, и ресёрш делается товар. Вот, и мы решили попробовать. Я с точки зрения опыта, было классно. То есть мы прогнали через себя по агентству где-то 80 различных ниш, чисто по агентству. И так же мы работали вот с Русланом ПО, вот этот, кто знает проект, под ключ, который, под процент. Знаете такой? Да, вот. И мы работали, и я полностью закрывал вопрос по рекламе в этот момент. Вот, и ещё там у нас было, тоже прошло, ну где-то столько же клиентов. То есть у меня есть большой, ну, особо это не денежные проекты были для меня, но с точки зрения опыта, вы представляете, сколько я со своей командой, мы перезапустили рекламную кампанию в разных нишах. Ну, я, наверное, во всех уже нишах торговал, поэтому я оставлю большую часть ещё выступлений, для того, чтобы просто позадавали свои вопросы, в каких вы нишах торгуете. и я, ну, и так как я там уже запускался, я могу дать вам какие-то советы, рекомендации. Это первый момент. Второй момент ещё я хотел узнать, кто из вас ещё вообще ни разу не сделал ни одной продажи на Амазоне. А, то есть, в принципе, не так уж и много людей, во всемном все профи, да? Я понял. А здесь, правда, в твоей руке, ну, я не знаю. Я именно так и спорминировал вопрос, чтобы как бы охватить как можно больше людей. Вот. Это ещё очень важный момент, я хочу сказать, что Амазон – это мой основной бизнес. То есть, у меня нет никаких больше бизнесов. Чисто вот мы занимаемся, и я этим занимаюсь больше двух лет. Ну, чисто Амазон. Вот, как мы... Теперь я расскажу, вот, чтобы мы были с вами на одной волне, как мы начинали. Сначала мы начинали, продавали по более-менее серым схемам, когда Амазон ещё позволял отдавать товары в момент на любьюшки. То есть, и мы... Наша стратегия следующая. Мы очень много ищем товаров, очень-очень-очень долго, и находим такие ниши, которые, ну, либо они совсем молодые, либо, ну, там ещё не сделали новинку никакую устать. То есть, есть старые ниши, грубо говоря, но туда ещё что-то новое, можно зайти с новым товаром. Мы вот заходим в такие ниши. Вот, первый товар, который у меня был, это арбузы резки. Я, короче, попал в нём, попал я на минус 7 тысяч долларов, а после этого я понял, что нужно делать по-другому. Сейчас наша стратегия следующая. Мы берём, там, выбираем по 5 товаров, допустим, 6 товаров в месяц, загружаем по 200-300 штучек на Амазон и тестим ниши. Вот так вот мы работаем. Это такая у нас стратегия. Ну, ну, и диверсифицируем риски. Вот, и так же, вот, когда ко мне куча денег приходила, да, я, ну, когда мы настраивали подключение, я понял такую вещь, что у людей есть утопическая идея о том, что на Амазоне можно делать деньги постоянно на одном товаре. Вот, то есть, Бобина, я имею в виду, что там больше года можно делать на одном товаре, именно, вот, я не говорю, как там стратегия, что много истингов, как чаи, там, несколько вариаций, а именно один листик запустил, и всё, на нём дальше делать деньги. Вот, скажите, кто тут продаёт? Вот, есть у кого-то товар, который больше года ему продаёт, ну, стабильно деньги приносит? Варианты считают? Варианты, да. Вот, мне интересно, сколько приблизительно числе он вам в месяц даёт? тысячи три. Ну, то есть, это не сильно, то есть, маржинальные товары. Ну, такие, да, на таких можно две-три пищи, такие есть товары. Но я говорю сейчас о товарах, которые тебе в месяц могут приносить двадцатку-тридцатку один товар. Вот, у меня есть пару товаров, которые мне приносят чистыми в месяц. Ну, один товар мне тридцать приносит, второй товар, ну, сейчас сложно посчитать, потому что мне склейку убирали, не убирали, короче, ну, где-то потенциально он может сорок приносить тоже, но принёс он мне пятнадцать, чистые, в месяц. Вот. Да, 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 да. И вот я тоже ещё расскажу. Начинали мы сначала, вот такие были схемы, то есть, какая стабильная. Мы сначала наряжали листинг отзывами, обязательно. Я никогда не делаю там раздачи массово, чтобы выводить товары в дом. Мы сначала наряжали листинг отзывами, сначала это мы отдавали товары в обмен на отзывы, набирали определённое количество отзывов и только тогда включали PPC. Потом, когда это закрыл Amazon, были не верифай. Ну, ещё там был промежуточный момент тоже, но неважно. Потом мы наливали точно так же не верифай, плюс дожидались, пока верифай находили, и тоже включали PPC. Ну, потом мы познакомились с госпожой Сплейтой, и мы начали просто клеить, ну, наряжать листинг и просто запускать туда рекламу. Вот. То есть, ну, вот такая вот у меня встреча, как работает PPC. Если раньше, допустим, когда мы, ну, не клеили отзывы, а запускали, допустим, там, не верифай, то у нас реклама работала постоянно, допустим. То есть сейчас, когда мы себе наклеили пару тысяч отзывов, мы врубили рекламу агрессивно, погрутили её вместе до минус 2-3 недели, а потом в ней просто нет необходимости. Мы просто её срезаем до 10 баксов и больше её не врубим. Вот. То есть это я вам рассказываю, действительно, как оно есть. Я мог бы вам рассказывать сейчас, как там, тонкости в PPC, там, минусоватит, минусоватит и всё остальное. Но на самом деле, если у тебя классный товар, у тебя будет дохрена отзывов, то ты просто вышел в топ на Алипуселл и можешь подрубить рекламу и больше не пользоваться. Что? Это работает. Это работает. Скорее, когда работает. Да, ладно. Даже если её сейчас отключат, ну, и никто не отменял, чтобы у тебя выкупали товары и оставляли отзывы там. Ну, не так через то, что сейчас... Чё посносили отзывы? Потому что это отзывы, которые в группах оставляли. Там, через покупание отзывы, через группы. То есть это палленные ревьюеры. А то, что сейчас у Дениса новая услуга, это что? Покупаешь ты у... Ну, да, непонятно, но... Чисто теоретически сами подумайте, Амазон не может убрать вообще функцию отзыва. Ну как это он может это убрать? Никак. А как ты, а если он не читал твою почту? Ну, какая разница? Ну, по крайней мере, я просто не знаю вот сейчас, что Амазон должен сделать, чтобы мы не могли себе купить любое количество отзывов. Ну, если он после пресса, как можно купить любое количество отзывов, ну, если не хотят... Ну, режут, сейчас же порезали, я объяснил отзывы. Спросите у всех, кого порезали. Это все отзывы были куплены... Ты не понял, хотя бы один из этих отзывов где-то запалился. Там, ну... Вот, попробуйте делать свои базы ревьюверов. Кто мешает делать свои базы ревьюверов? Ну, это уже, то есть, как ты построишь этот процесс, как ты наладишь его, и как ты будешь его контролировать. Это уже другой вопрос. Я просто говорю о том, что очень важно для того, чтобы работала PPC... Я говорю просто вот почему. Просто я понял... Самое главное, что я понял для себя, есть два момента для того, чтобы действительно успешно продавать на Амазоне с PPC. Это первый момент, самый фундаментальный, это выбрать нишу, которая будет слабой конкуренцией, и не поделиться туда на вид, нормально себе отзывы сделать. И даже, ну... Ну, даже нормальное количество и сделать хорошие фотографии. Я вам скажу больше. Я когда вот... Я просто с ума сошел. Когда мы наклеили себе отзывы, у нас тупо нерелевантные отзывы, пока мы всех лайкали, чтобы их поднимали вверх, мы все равно пускали рекламу. У нас было по 30 продаж, мы смотрели промежуток времени, конверсию по этому. 20-25% конверсии. То есть люди вообще не читают даже отзывы. Им что важно? Количество отзывов, звезда, все. Рейтинг, рейтинг и все. Фотки. Ну, фотки, я вам говорю, что там... И даже не нужно делать 3D фотки и все остальное. То есть можно обычно просто грамотно по маркетингу сделать фотографии, пройтись по полям, по потребностям, исследовать рынок и все. Чтобы человек то, что ему нужно, то есть, ну, вот, зашел и увидел. А как узнать, что это нужно человеку? Слава богу, у Амазона есть отзывы. Ютуб есть. Вы можете убить название своего товара, посмотреть, что люди комментируют в этом. В Ютубе. Кто общается, как мамы, папы, дедушки, внукам покупают. И все это делаете у себя на фотографиях. И, типа, ну, этот человек заходит, и он узнает себя. Это первый момент. Отзывы. Вот это и ниша не такая, как, я не знаю, диффузеры, либо туалетная бумага, или еще что-то. Просто не ленитесь искать очень-очень много. У меня 3 человека постоянно ищут, 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 ищут товары. Постоянно. Раз или два раза в неделю мне приходит список из 20 товаров, которые я постоянно проверяю. И поверьте, это такие неочевидные ниши, но они пустые, и они есть на Амазоне. Вот. Это то, что я хотел сказать. Насчет текста истины. Мы, ну, мы никогда не заморачивались прям там с SEO-оптимизацией листингов и все остальное там, додожное, выписывание листингов. Нет, все происходит следующим образом. Мы берем через программы, те же там, Сонару, все прекрасно знают эти программы, где подбирать ключи. Мы взяли эти программы, выбрали оттуда 10-20 ключей, выбрали из тайтлов конкурентов эти ключи, дали список ключей к опирайтеру. Копирайтер, кто компоновал этот текст, мы проверили, чтобы эти все ключи были, засунули в истину, включили рекламу, вот где есть, отзыв есть, все. Если товар не запродавался через месяц, и нет профита, то, чтобы вы не делали уже, какие-то танцы с бубнами вы не делали, ничего не будет. Все. Просто я заметил такую вещь, что люди переходят уже в отчаяние, не знают, когда остановиться. То есть думают уже по полгода в один товар, вливают деньги, вливают. Мой самый главный посыл, это сделайте себе фикс какой-то, месяц, полтора, определенную сумму денег, которую вы вкидываете, после которой вы для себя четко решили, что больше не работаете с этим товаром. И никогда не останавливайтесь, не запускайте один товар, запускайте два, три, четыре, потому что научиться PPC, научиться Амазону, запускив один товар в одной нише, невозможно. То есть в чем крутость нашего опыта? То, что мы прошли уже хриллион ниш и хриллион ситуаций. И я не могу сказать вам, что есть какие-то определенные шаблоны, что вот задавали вопрос о том, какой же бюджет должен быть рекламный в процентном соотношении от оборота. Я откуда знаю? Я возьму все свои товары, и в каждом товаре это будет разная ситуация. Как? Что? Причем даже мы запустим с тобой одинаковый товар. Да, даже так я скажу. Я запускал одни и те же товары с разных аккаунтов, в разной ситуации. Разное количество бюджета. Во-первых, ну то есть нету, вот все, когда приходят, я проводил обучение по PPC людям, у всех одни и те же вопросы. Типа мол, а вот какой должен быть CTR, вот там вот, ну типа, а вот тут вот какой должен, откуда же мы знаем, ниша новая, все индивидуально. Бери, смотри, вот. Единственное, что вот, ну то есть это первый момент, который вы зафиксировали. Нет никаких шаблонных цифр по CTR, нет никаких шаблонных цифр по ГОСу, нет никаких шаблонных цифр вообще ни почему, ни по какой статистике. Да. Вот. Теперь я расскажу, как, от чего я отталкиваюсь. Первое, фундаментальное, что должно быть, это я сказал, это должен быть классный товар. Да? И маржа. Маржа в моих товарах минимум 5 долларов, и минимум 100% возврата. То есть доллар приносит доллар. Минимум. Вот. А то и больше. Это первый момент. Если я закрыл первый момент, что у меня ниша неконкурентная, у меня классные фотки, у меня нужное количество отзывов, и у меня маржа хорошая, я взял, ну, ну, как, если хотите узнать, как собирать ключи, и как настраивать рекламу, и все остальное, вам тут никто за одно выступление не скажет. В интернете есть вылеты и курсы этого Брайна, это самого крутого гуру в этом, PPC. Вот. Вот открытый. Что? Не, он единственное, в чем он не гуру, то, что у него какая-то немного утопическая ситуация, не адаптирована по тряде рынка. Но с точки зрения того, что это, у него, пульс такой, что он вам дает вот такой большой ящик инструментов, а вы как хотите эти инструменты, либо хвост прибейте, либо дом постройте. Вот. Просто все, что он даст, вы это можете адаптировать под это. То есть, я вам сейчас просто говорю, открываете интернет, находите, вылеты курс Брайна, и проходите его. Супер. Вы устанавливаете себе PPC-скоп, там есть тоже тренинги, прошли тренинги, вот. Все, вы, то есть, знаете. Теперь, как настраивать рекламу, как подбирать ключи. То есть, это третий момент, о котором я говорю. первые два, напомню, это товар, маржинальность, и вы закрыли, теперь вы собрали все нужные ключи, вы прошли все курсы правильно, вы знаете, как правильно выстраивать стратегию BPC, правильно, как там ключи выставлять, и все остальное. Вы это сделали. Вы запустили рекламу, и дальше смотрите. Я вношу изменения, ну, точнее, мы с ребятами вносим изменения в свои рекламные кампании каждые семь дней, чтобы статистика была за семь дней. То есть, мы запустили, девять дней она прокрутилась, семь дней статистики есть. Даже сейчас, когда Амазон ввел статистику за последние два дня, я все равно ей не доверяю. Вот. Я всегда беру такой рейндж. Но в первую неделю я все равно иногда заходим мы на рекламные кампании и проверяем, чтобы не было склика. То есть, иногда бывает такое, что, ну, просто откровенно один ключ выкликивает весь бюджет. Ну, и не стоит ждать еще неделю, чтобы он дальше выкликивал все. То есть, иногда можно, если мысль, чуть-чуть его подрезать. Это такой момент сделать. Теперь смотрите. Мы, что получается? Мы запустили рекламу, прошло девять дней, у нас есть статистика за семь дней. Мы зашли, мы такие умные, мы знаем, какие надо делать, еженедельные процедуры. Это убрать негатив и посмотреть, ну, то есть, убрать славу, негатив, который не кликается, да, и где-то пофиксить ставку. Правильно? То есть, мы еженедельно сделали этот момент. Окей, мы вот точно закрыли этот вопрос. Прошло семь дней дальше, мы опять это сделали. И мы теперь смотрим в разрезе каждой недели, как изменяется наш окос, как изменяются наши другие параметры. Так вот, если в конце нашего месяца мы видим, что мы стоим на одном месте, то я вам дам 100-500 шансов о том, что что бы вы дальше не делали, как бы вы дальше не меняли бы фотки, как бы вы дальше не адаптировали листинг под ключи и все остальное и не набирали там кучу тысяч отзывов, у вас не будет продаж. Ну, точнее, они будут, но они будут на таком же уровне, может, чуть-чуть больше. Потому что 20% нашей работы приносит 80% результата. Незаправда. Ну, не знаю, но сейчас хост может быть какого угодно, а органика даже правила. Да, нет, извиняюсь, ты правильно подметил, ты правильно подметил. Я говорю сейчас о показателях рекламы, но естественно, что мы с вами тут не дураки. И мы понимаем, что, допустим, хрен с ней, а хост там космический, да, в рекламе, но зато у меня органика начала полпятьдесят продаж в день делать. Я об этом говорю. То есть, есть ли у меня так? Нет, есть два момента. Есть такие ситуации, когда мы запускаем товар, что там рекламу, ты постоянно, еженедельно, как я сказал, вносишь ритуалы, то ребят, вы же рассказывали, да, какие изменения нужно вносить, правильно? То есть, вы уже знаете, я вам рассказывать второй раз не буду. То есть, есть такая ситуация, когда вы еженедельно вносите ритуальный, эти изменения, и реклама улучшается, окосы, вы доводите ее до определенного момента. А есть такая ситуация, что вы можете вносить эти изменения, но с окосом ничего не происходит. Но зато спустя две недели с этих продаж с рекламных вас подкинуло по органике, и вы там и останетесь, в этой органике. Тогда вы можете рекламу по чуть-чуть срезать в бюджет и смотреть, как это реагирует на ваши продажи органические. Это если вам вообще продажи никак не меняют ваши органические, оставьте себе бюджет, он небольшой, пусть оно крутится, радуйтесь жизни и запускайте новый товар. Это то, что действительно вообще вкратце выжил все, что сколько мы товаров не запустили и сколько мы не пробовали, докручивать, вот это фиксить маленькие процентики, того, CTR и все остальное. то лучше возьмите время еще раз выделить и найдите еще один товар и запустить его дальше. Amazon поменяется через два дня и он будет уже совсем другой. Все отзывы, которые вы делали на этом товаре, так долго вы вычесывали этот окос и вы завтра снес Amazon. Поэтому я призываю к тому, что просто не стоит закапываться в сумасшедшие вот эти детали по Amazon. А берите дальше, запускайте. Мой бизнес живет на Amazon чисто потому, что я постоянно поддерживаю запуском новых товаров. Что еще происходит? Через сколько он умирает? А, через сколько он умирает? Ну вот у меня есть товар, пример. Я продаю его 3000 единиц в месяц. Да? Я его периодичностью, ну для того, как я клеил, я его периодичностью 3-4 месяца из-за того, что набирался негатив, я все время завозил на новый листик. Сейчас, так как склик, он у меня уже месяцев 8 продается. Но он продается 3000 единиц товаров. Коэффициент возврата в 5%. Но негатива всего лишь из там трех тысяч ну негативных отзывов у однозвездочника оставляет 1%. То есть, ну просто у Amazon такая система отзывов, что у них органические ребята не оставляют хорошие отзывы. Негативные – окей. позитивных он не оставляет. Что? Это просто товар-флакон. Ну он очень мало. Он мало оставляет. Ну да, я не спорю. Тот товар, о котором я сейчас говорю, это не супер-мега-классные качества, но товар. То есть, если ты продаешь товар больному человеку, который поддремен с здоровьем, фирм физикой, ну как я привозз? Нет, это крайне. Это уже совсем крайне. Я говорю, можно продавать творческим, креативным людям, они будут... А если в этой днише нет денег? А если ты продаешь суппорты какие-нибудь, машины, да? Ну да, да. Те, которые не негативные, ну не плохой товар, они тоже в среднем живут где-то 5-7 месяцев. А позитивные? Что? На 3000 евро сколько позитивных продаж? А организм? Не знаю. Насколько мало, чтобы было, насколько все? Вот у меня, например, 1% продаж. Да, да. Это точно так же, как... Да. Ну в подавляющем большинстве я никогда не слышал. Он там пишет, он доволен. А в другой нише там, где-то какой правильный суппорт заменяет, он поменял, он считает, что их должен. Он их поменял, они их должны скрипеть там, там, патрибизации, да? Ну, в подавляющем большинстве я не слышал ни от этого еще продавца на Амазоне, что он говорит, блин, а у меня так валят органические отзывы позитивные. Вот каждый месяц по 50 штук у меня. Ни разу не слышал. Ну, я возьму вам руку, господа. Я не знаю, как вы это делаете, ну, больше я не слышал. Мало, мало, у меня нет. Вот, может, это пауфель у вас там, ну, чай, хотя чай... Ну, потому что чай купил, еще и бьют искусственно, но они обязательно будут лить. Даже если вы все супер по правилам будете делать, если есть возможность составлять негатив конкурентов, они будут это делать. Так вот, к чему я это веду вообще? А, да, вот, потому что, ну, я хочу всем сказать, что не будет у вас там, не надейтесь на то, что у вас будет один товар, который будет долго продаваться. Потому что вам даже могут его подкосить, может подкосить сам Амазон. Прокупить там, и бот съест ваш листинг, и закройт его. Ну, просто взял от меня, я завозил антихрапу, он мне его закрыл и сказал, это профессиональное медицинское оборудование. А знаете, что это антихрап? Это такая стрельба, как это через голову надевается, чтобы так зубы прижать, и чтобы ты когда спал, не пропел. Нет, это я пример скажу. Это я пример сказал. У меня не хайповые товары есть. У тебя сам его жалко? Какого? Есть. Вот и продать. Это потом. Почему я говорю, как с пайки храпами, это было? А, да, что медицинское оборудование. И я Амазону доказывал месяц о том, что это не профессиональное медицинское оборудование. Но этот месяц я не продавал. Потом у меня есть примерка. Мне приходил клиент. А ты доказал, что это медицинское оборудование? Да, конечно, он потом открыл. Ну, я не знаю, может, Индус попал в другой. Просто я говорю, потому что там все настолько, ну, здесь куча методов, что невозможно на это зайти. Вот у меня есть пример. Клиент попал на 150 тысяч долларов. Знаете как? Он дошел до 200 честно, там, ну ладно, может, нечестно, там, выкупы делать. 250 продаж в день у него. Что делать? Конечно же, надо покупать еще товара, чтобы столько не выпасть. Поехал он в Китай, купил на 150 штук товара, и его листинг конкуренты атаковали однозвездочными отзывами. Все, товар упал, они не знают, что такое рестарт, не знали, что еще там делать. Прошло полгода, ниша перенасытилась, а до того, как они узнали, что можно делать рестарты, еще что-то. Все, попали на банку. То есть это я призываю к тому, что не стоит вот заворачиваться особо там каких-то там изменений и все остальное. Это классно делать в таких нишах, когда, ну, допустим, вот как у Сергея, у него 10, сколько у него 10 листингов? 400 листингов. Если у него Amazon, ну, закроет 2 листинга или 10, и он это не почувствует, ему насрать, у него диверсификация рисков. Да, да. Диверсификация рисков настолько большая, а, насчет аккаунтов. У меня 4 аккаунта, и я не больше 40 тысяч долларов оборота стараюсь делать на одном аккаунте. Тоже таким образом диверсифицируя риски. Вот, потому что пока у тебя один аккаунт закрыли, второй тебе приносит деньги. Что? Ну, вот так вот. Я вот так захотел. Звезды так стали. Потом, я еще точно так же говорю, а почему вот, ну, почему люди не так боятся, вы боитесь сезонные товары? Вот, есть такое убеждение, что не надо запускать сезонные товары. У меня есть комментарий сезонов, когда лучше всего запускать товары. А почему 4 месяца не запустить товары, не попродавать? Вот. Ну, это не мешает вам параллельно запускать несезонные товары. Вот. А в сезонные можно лучше всего, там, ну, больше всего делать денег. Так, то, что на одном товаре по кобесине научишься это 100%. Все, теперь давайте, наверное, зададите вопросы, теперь я уже буду без воды, а конкретно по фишкам продюс. Есть какие-то у вас вопросы? Как делать в клей? Здесь клейка не работает. Все, перестал. Мне так же Безус позвонил. Скажи, какие критерии поисков? Мои критерии поисков? Даже не критерии, скажем так, а пользоваться таким способом? Или просто... У нас, вот смотри, очень все просто. Вы знаете все эти критерии и программы, это Jungle Scout, либо просто руками. Залог успеха это много и долго и сталь. Это, ну, мы как большой кип, который просаживает через себя кучу товаров. И плюс у нас есть огромный опыт, мы знаем ситуацию в разных нишах и мы уже можем приблизительно спрогнозировать, как себя дальше поведет товар. Но если вот прям совсем вот прям критично к критериям подойти, это чтобы была хорошая маржа, которую я вам рассказал, вот, и чтобы в нише не было, не продавания, игроки, у которых только 300 и больше отзывов. Ну, с учетом того, если это не ниша, в которой, грубо говоря, все продают 20 салфеток, а вы можете продавать 25 салфеток вилку и ложку приблизительно по такой цене и потерять в марже там совсем немного. Но тоже учтите, что этот товар тоже проживет недолго, потому что найдется тот, кто будет продавать 26. Но вы можете тоже следить за рынком и тоже потом поменять оффер и продавать 26, таким образом увеличивая срок жизни вашего товара. Айфоны каждый год все равно выпускают. Конечные выпуски для айфонов ждут с моря походы и продают. Правильно? Да. Да. Тот, который ты взял, ну, наверное, не скажешь, да? Критерии такие, расслужившие, а те, которые не искали сразу из этого списка, как ты? Которые сразу нет. Можешь? Нет. А что они здесь? А, еще сейчас я отвечу вопрос, пока не следую. Сейчас поснесили отзывы вообще везде. Сейчас вообще благоприятное время запекать внизу. Амазон взял просто... Да, не послетал, у некоторых послетал. Вот таким, да, вот таким надо обязательно становиться, да, но я тебе говорю, что в любой момент тебя могут закрыть. Таким ты можешь, но ты представь, сколько ты бабок вложишь в этот товар, чтобы у тебя было 2000 отзывов. Ты представь, и сколько срок окупаемости этого всего. Пока не стыдно, понимаешь? Типичка в том, что рынок перенасытится на Амазоне через 5 лет. Ты будешь ждать 2 года, пока мы все топьешь вложения в 2000 отзывов, а рынок перенасытится, ты лучше делаешь кучу других телодвижений, чем... Потому что инфобизнес, онлайн-бизнес это не оффлайн-бизнес, это Амазон. Ты создал истинг, у китайца купил и завез. Это точка ухода и скорость вот такая сумасшедшая. Поэтому на долгосрочные какие-то моменты тут рассчитывать, это мое мнение, и оно не меняется за сколько, это, мне кажется, удобно. Только если ты, ну, вот сейчас я начинаю понимать, если ты не строишь бренд большой, если ты действительно льешь во внешнюю, у тебя бренд тебя покупают из-за бренда, тогда ты можешь запускать товары, запускать листинги и этот, тебя будут покупать из-за бренда. Вот. В таком это спектива, конечно, есть. А если ты нолдейминговый бренд, который продает мусор, то да, либо еще одну рубозарезку, как еще один китайец. Да, Ной? Да. Нет. Нет. Я стараюсь, ну, я повторяю, я либо захожу в нишу первой с новинкой, которую китайцы уже придумывают для меня, либо я улучшаю чем-то еще, добавляю плюску какую-то как бонус. Да, и за счет там фото, и за счет того, что я PPC настраиваю лучше, чем прибыль. Вот у меня есть продукционные товары, которые я единственный в нише продаю больше, чем 40 продаж в день. Больше никто его не продает. Вот. Я тебе объясню. Я скажу, покажу алгоритм, по которому мы действуем, а ты будешь уже понимать, как это сделать, потому что это индивидуально. Первое, что мы должны знать, это всех конкурентов в лицо, что есть, которые там продаются. Ну, на первых двух-трех страницах. Всех. Мы должны знать, какие у них фотки, буллиты, и все. мы все о них должны знать. Какие у них входят предложения в товар, ой, в оффер, какое предложение входит вообще. что предлагает рынок. Это первый момент. Мы должны это идеально знать. Не прям заморочиться, прям перелопатить руками кучу всего. Второй момент. Мы должны знать конкретно, как целевую аудиторию. Кто это покупает, зачем это покупает. Это все я повторяю, откуда берется. Либо, ну, социум на Амазоне это только негатив оттуда можно брать. Ты можешь почитать негатив на Амазоне и действительно реально понимать, что людям не нравится в этом товаре. И что можно улучшить, спросив у китайца, возможно, он быстро может решить этот вопрос. Либо сделать как преимуществом написать об этом в листинге. Да? и либо на YouTube-канал ты вбиваешь название товара и там есть уже тематические ролики и ты читаешь, кто это аудитория. Они между собой шутят, они по-своему разговаривают. Когда ты прочитаешь 100-150 отзывов, у тебя в голове уже понимают, ты начинаешь понимать, кто эти люди. Вот. Таким образом, зная эту информацию, что ты делаешь, ты предоставляешь человеку лучшее. Вот. С учетом того, что это возможность сделать лучше. возможно, в нише это невозможно уже делать, либо моржа не позволяет это делать. Сам не заморачивайся, не делай новую молнию, но потом у тебя скоро будет решение на вот только вот из этого. Ну смотри, смотри, слайм Никита. Вот всякие слаймы знаете, да, нише? Что, слезу не знаете? Нет. Боже. Я просто спою, потому что думал все знают. Ладно, на самом деле вы туда уже не залезете, потому что уже подал. Ну, это ниша, если вы посмотрите, когда она зародилась, ну, это там различные для того, чтобы создавать приколы, слаймы такие. Лизуны, лизуны, лизуны. Вот. Можно сколько угодно тебе этих создавать, типа, офферов лучших, там, с блесками, без блесок и все остальное. Но сейчас туда уже нельзя залазить чисто потому, что их уже настолько много будет, что пока ты создашь, маржа будет вот такая маленькая и цена клика уже большая. Но если ты бы искал товары постоянно, тогда нашел товар год назад. А за год ты просто сколько денег сделал, пока мне этот молд бы открывался за 4 тысячи долларов. Ну, вот тебе. Молодые. Ниши молодые. Почему трендовые? Они молодые, ниша, ниша, вот просто ниша. Это не тренд, это не хайп, это не искусственный созданный спрос. Это просто что-то новое появилось. Это не магазин на диване тебе создал искусственный спрос на хайп, на арбузарезке, когда он рекламу выключил, никому арбузарезки не нужны. Слаймы как год назад нужны были, точно так же и продолжают быть нужны. И посмотрите спиннеры, они же не продавались три месяца. Это вы знаете спиннеры три месяца. Спиннеры были вот. Вот они продавались. классно. Классно. Не, я имею в виду классно продавались. Ну, я зашел спиннеры, еще как нотик с самого начала, то есть не появляет. А ты никогда в жизни вот все, что угодно, ты за рекламу никогда не сможешь угадать. Можешь закладывать на рекламу, допустим, я априори не захожу в страшные ниши. Я имею в виду перебитые ниши, какие-то, опять же, те же дефузеры. В них там цена клика большая будет, и она может все съесть. А так как я понимаю, что там, ну, ниша не такая старая, да, то я могу предположить, ну, пусть даже там реклама сожрет два доллара, да, ну, три даже. Я смотрю, в принципе, нормально. Попробовать можно. И я же не рискую миллионами. Я там до тысячи долларов партии заказал, оттестировал, посмотрел, о, все нормально, можно дальше уже коробочки там все делать, все серьезно. Да. Да. Расскажи про команды. Нет такого подозрительного? Нет. Нет. Аня много раз звонила, я думаю, может она говорит, что ты несешь? Где Саня так рассказывает? Ты что спалил мой товар, дурак? Нет. Нет. Да нет, правда, если вы все заперетесь, то он будет продолжать. Я просто, чтобы потом не говорили, мне приветствую могут пыта, это как, значит, я бы не спалил товар, а потом зайди и все пыта. Так, что я хотел вообще рассказать. вопрос ты спросил про команду? Сколько человек в команде тоже делает? По списочку я пройду по вопросам, а потом мы по команде поговорим. Я говорю, я не знаю, расскажите про команду. У меня есть бизнес-портер, который всегда против, когда я рассказываю о команде. Ну да. Он говорит, мы сколько нарабатываем, это все. Сейчас я в двух словах расскажу, я типа не жарен. Номер телефона можешь не давать. Ну как, ну смотри, с самого начала очень просто. Мы сначала были мы вдвоем, партнер занимается поиском, я все остальное делал. Потому что у меня был большой опыт по Амазону. Потом мы, когда запустили где-то сами товаром 15, почувствовали свою силу, мы взяли еще одного человека себе. Молодого парня. И прогнали его через все эти процессы. Потом начали ему помогать и по частям закрывать некоторые вопросы. Закупки, PPC, аккаунт-менеджеры, дизайнеры, копирайтеры. Все. По чуть-чуть начали резать. Вот так это все и происходит. Все очень просто. Что? Один человек помогает, да, поможет? Какой? Нет, у нас все люди разные. Каждый человек за свое отвечает. Один человек ищет товар. А они в фулл-тайме взяли для этого дизайна? Нет, нет. Есть те, кто наутсолься, а есть те, кто в фулл-тайме. В фулл-тайме сидят их пять человек в офисе. Но они там есть еще некоторые, у меня другие еще проекты. Которые я не рассказывал, но они у меня есть. Тоже по Амазону ведутся. Все на поверхности. Все процессы, которые есть, просто берешь их и разряжаешь по кускам. Нет, потому что мы делимся. Мы не жадны. У нас просто все хорошо имеют. Мы в одной лодке, да. Про Аганду. Для Аганду взаимосвязанных и как-то в ВВС где пришел 40 тысяч за тебя? Ну это плюс-минус. Я говорю, нет шаблонов. Аганду взаимосвязанных? Нет. Да, конечно, по-разному. Все по-разному. Разные серверы, все по-разному. Разный ноутбук у нас, разный Gmodem. У меня такой вопрос. Вот если ты разогнал талант, и при шипке титула на хорошей позиции больше 40, и ты видишь, что прям, вообще, и звезды, и звезды, и звезды. Ты приглушаешь как-то? Что? Да, я тут сразу... Ну что, да нет, конечно. Да нет, конечно. Но мы стараемся в этом диапазоне держать. Хорошо, а если ты потом в два раза увидишь? Ну ничего страшного. А зачем? А у меня какое дело? Ну, у тебя есть, ну все окей, ну так получилось. Окей. Можешь, если много денег, то мне можешь на пионер бросать. Я тебя спину пионер? Ну так получилось. Нет, я просто тебе это яйцо рассказал для того, чтобы сказать, что это надо диверсифицировать просто риски. Ну все яйца в одну картину не спать. Потому что Amazon банит как дурак. Все. Все, давайте теперь расскажу вам по PPC. Не боюсь, что пришел по PPC рассказывать, а началось не по PPC. Я расскажу, вот такая вот эта у нас наработка была. Мы, получается, прошли курс правильно и начали дальше вот это сами запускать товары, тестировать в разных книжках. И мы нашли сами для себя заметить такой прикол. Для начала я расскажу вам, что такое… Вау рассказывал, что такое аукцион Amazon или как он вообще работает? Нет? Нет, не рассказывал. Аукцион Amazon по рекламе. Вы знаете, что там есть бровод, есть экзект и есть фрейз. Да? Это разные соответствия. Бровод – самая широкая, которую мусор может собирать. Фрейз – чуть поуже воронка. И экзект – это бэчное соответствие. Оно либо от названия товара, либо в множественном числе. Я рассказал немного, как это было. Да? Я рассказал немного, как это было. Более-то показал. Вы видите, как это так. Хотя. Ну ничего, я сейчас быстренько повторю. Теперь смотрите. Представьте, что на Амазоне существует всего лишь 100 продавцов, которые продают такой же товар, как он, допустим, я не знаю что. Спиннер, да. И все 100 продавцов включили рекламную кампанию и используют всего лишь одно слово – «фиджет спиннер» в броде. И выбор ставок такова, что там, допустим, самая маленькая ставка – это 50 центов, самая большая – 3 доллара. Понадят люди. Если зайдет еще 101-й продавец и поставит 3 доллара и 10 центов, то он выиграет у того, который самый лучший всех показался в мире. Таким образом. Это я сейчас очень, как он там, сферический конь в вакууме. Очень все, то есть в идеальных случаях. Точно так же, представьте, есть некие другие 100 продавцов, которые в фиджет спиннерах, но во фразовом соответствии, поставили в выборке от доллара до 5 долларов. Так вот, если зайдет еще один человек и включит фразу с 5 и 10 долларов, то он будет выиграть вот этого по фразе. Но он никак не будет конкурировать с другими 100 продавцами, которые выбрали брод. То есть аукционы по ставкам распределяются по фразовым соответствием. То есть в рамках каждого фразового соответствия. Но не как между собой. Это понятен вы мне? Да, вас непонятен, только абсолютно непонятно, как определить это. То есть на то, как ставки. И ставки. Понимаешь, клиент дойдет, клиент дойдет, клиент дойдет, и занимает вопрос. Ты же спиннер. Я не это хочу сказать. То, что ты говоришь, правда непонятно. Я хотел вот это донести, всем понятно, да, этот момент. Вот. Теперь другой момент. Предположим, все начали, ну то есть не было фиджет спиннеров. Правильно такого запроса вообще? И не было ни единственного листинга, ни единого на Амазоне. Ну тут мы завезли первый листинг, созданный по фиджет спиннеру. И вставили это в ключевое слово. Но люди ищут постоянно фиджет спиннер. У Амазона есть большой запрос на это. Но он не знает, под какие еще ему вроде, новые ключи, какие-то еще другие, его рекламировать. Ну правильно? Для него это что-то новое. Фиджет спиннер. Какой-то новый вообще ключ. Что он делает? Он берет и начинает там, я не знаю как, основываясь на категорию, в которой ты, еще какие-то ключи. Он начинает фиджет спиннеру еще какие-то релевантные по проводу ключи в search term и подтягивать. И таким образом он показывает разному количеству людей и смотрит, как они реагируют. Если люди кликают и покупают, он фиксирует для себя, что ага, релевантные, можно показывать. И таким образом, когда новый ключ появляется, он как можно большему количеству спектру search term это выдает. Понятен этот момент, да? Что мы теперь заметили? Задача какая у нас на Amazon с помощью PPC? Я запускаю товары, я не делаю друг другу. У нас есть оформленный листинг с наряженными отзывами. И нам теперь надо как можно больше нагнать туда трафика. То есть наша задача нагнать как можно больше трафика. Что мы заметили? Все началось с того, когда мы начали по каким-то, я не помню почему, мы начали артикли добавлять к словам. Допустим, fidget spinner for, либо for fidget spinner, либо еще что-то. В принципе, ключевой запрос вроде одно и то же, что fidget spinner, да? Но, так как конкуренция на этот ключ... Ну, какой еще продавец на Amazon захочет какой-то артикль добавить к ключевому слову fidget spinner? Правильно? То есть и в разрезе этого ставка на саму конкуренцию, на сам этот ключ, на ключ, она меньше, чем на ключ fidget spinner. Но с сетчерма оно подтягивает те же. Как оно конкретно работает по ключам и все остальное, непонятно. Вот. Но цена клика выходит... Ну, то есть и конверсии такие же, но цена клика выходит меньше. По практике мы действительно это прогнали по большому количеству аккаунтов. Но на некоторых не работает. Вот. И другая фишка, которую вы заметили. Мы берем fidget spinner наш и модифицируем его в другое слово. Мы берем fidget spinner и пишем через defice. Для Amazon это совершенно новое какое-то слово. Правильно? Но с другой стороны, он логически по-своему понимает, что там есть и fidget, и spinner. То есть что он начинает делать? Он fidget spinner через defice начинает как можно большему количеству сетчермов заново показывать. в этом ключе. То есть это... Ну, то есть это... Это вот одно и то же, что в нише, которая уже старая, допустим, диффузер, где они уже давным-давно, диффузеры есть, у Amazon точно есть уже память зафиксированная, что к слову диффузер по сетчерому можно определить вот этот пункт ключа. Там три-четыре. А когда мы пишем через defice вот этот старый ключ, для него это что-то новое в смеси со старым. И таким образом он пытается показывать большему количеству людей, и у нас выходит намного больше показов и больше трафика, больше кликов, больше продаж по старым ключам. Вот. Эта фишка сто процентов работает. Это мы так и называем эту группу mix. Мы создаем туда ключевые запросы через defice и ключевые запросы с артиклями в конце добавляем, либо в начале. И берем эту группу и формируем, и опять же эти миксы выполняем в трех разных соответствиях. В pro, то же самое, по полу ключей, в exec и во фразе. вы можете увидеть эту цель. В янёме, пожалуйста, трафикли и все-таки предлоги. Предлоги. Я фигнаю, честно, снова. Передошу изведения. В примере. У нас есть расширение для Прома а но и да у него нет за но он а в амазоне у нас же другая фишка у нас есть ключи продажа по которым подтянут органические позиции по ключам нам достаточно выбрать какой-то по ключей допустим из 20-30 ключей которые за собой поднял уже все остальные а все что он еще не потянуло не настолько незначительный это рекламе говоришь так она если кибатерпруф написано вроде так и будет я не могу тебе ответить а могу не будет мне показывать вазеркруф с трудом будет а че нет а ты уверен? я очень много людей смотрел которые в некоторых есть выдача одинаковые что так что так а в некоторых будет индивидуально разное и если я прочитал вазеркруф раздельную например я не конкретно вазеркруф вазеркруф например с одним ключом будет она работать с другим ключом не будет работать я потом не понимать в том что она касается одиночного множества мне кажется это будет нормальная асмазательница вазеркруф не понимает это вообще ключи ну у меня вот чай, да? его можно написать у-р, у-р, у-рх, у-рх так нет, чтобы не выглядело как ошибка да ну, тут можно нам��ить варианты чтобы не выглядело чтобы не выглядело чтобы не выглядело что это не выглядело и так же известно как вообще-то все варианты один кейвер это Один будет работать просто офигенно, а второй будет хорошо. Ну что, есть ещё вопросы? Последний вопрос сейчас на этом участвует. Как делать склейку? Слейка не работает. Как проект поменять? Там понятно. Возьми аккаунт. Спайку. А, спайку? Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я слышал искусственные реформы. Знаете, я не могу сказать вам... Когда я бил кому-то PPC, допустим, либо по проекту, либо по своему PPC подключить, я не знал по количеству возврата коэффициента. А по своим товарам, ну, у нас до 10%. Потом мы его закрывали и не продавали. Нет. Здесь можно дальше продавать. Даже если 10, можно продавать. И продаётся. Да. Как это считывает, как пара там, по то, если кукуру, что это может быть много товаров, что там даже сейчас будет стоимость. Это уже долго рассказывать, это переговоры там сейчас тренируется. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не понимаю, как можно подлезти на то и на что делать. Просто у тебя модель такая, что ты делаешь много выкупов. И когда выкупы, надо действительно больше. Ты понимаешь, когда ты делаешь выкупы, у тебя очень резко в один момент у тебя продажа появляется. Правильно? У тебя не было, не было, а потом как хлопнет. Ну, в любом, в любом. Я не знаю. Просто все, да, работают по-разному. Но я тоже, да. Я всё время рассказывал, что это достаточно конвейер, например, на точке. То есть, идёт, идёт просто конвейер этих товаров. Невозможно. Я только раз могу сказать. Вот это точный. Товар точный. И с ним паровоз. И паровоз очень часто лучше, чем точный товар, который ты его продавил. Или, например, ниша очень часто. Это торговая ниша. От неё отдал, то есть ты привозишь товары, а в этой нише есть торнозвание товара. А в этой нише есть где-то зло товара. И когда ты сделаешь ресурсы, ты их даже не видел. Ну, то есть, вот смотришь, знаешь, смотришь, ну, такой же там фото-юлистеры, но не улилистеры в БСР, и в этой нише потом спорят, оп, ещё вот этот товар. Ну, там, ПСР 2 тысячи. ПСР 3 тысячи. И таких товаров, оказывается, ещё десятые. А они называются торнозвание нормально. И они просто под нише, они в нише находятся вот в этой. И ты начинаешь общаться вот в этой неделе. Ты уже понимаешь, что это структурирование. Поэтому... Окей, нам надо чуть структурировать наше выступление. Аплодисменты Пётру. Спасибо большое. Что нужно, на мой взгляд, на мой взгляд вопрос? Спасибо.